И хотя основные торжества, посвященные освобождению Гродно, прошли 16 июля, праздничный марафон начался в областном центре еще накануне. Эпицентром событий стал парк Жилибера, грамотно разделенный в этот день на разные тематические зоны – детская, спортивная, патриотическая, молодежная и гастрономическая. И все для того, чтобы главный праздник города стал близким и интересным каждому, вне зависимости от возраста и пола. Трогательные слова благодарности и воспоминания о Гродно времен войны звучали в глубине парка. Там на летней сцене чествовали главных героев праздника – ветеранов Великой Отечественной войны. Праздник действительно значимый для гродненцев. Это день освобождения города от немецко-патриотических захватчиков. Это самый светлый день для города. Сегодня в парке Жилибера проходит праздник, районный праздник, посвященный этому мероприятию. Присутствуют ветераны Великой Отечественной войны. Очень много детей, очень много родителей, которые пришли отпраздновать это мероприятие, вспомнить вместе с ветеранами эти события. Среди почетных гостей праздника была Елена Юрова, одна из немногих оставшихся в живых ветеранов, освобождавших Гродно. Война застала ее в Липецкой области. Оттуда же добровольцем она ушла на фронт. В день освобождения города от захватчиков она уже была командиром санитарного взвода в стрелковом батальоне в Гродно. Елена Юрова вспоминает, за время войны перевязывать довелось не только своих раненых, но и немцев. Приезжали два немца. Один был молодой, ранен в голову, а второй с переломом бедра. Вот едет наш командир полка. Я к нему подхожу, спрашиваю, ну что с ними делать? А он говорит, ну что с ними делать? Они же теперь с нами не воюют. Ну, конечно, мы же люди гуманные. Перевязать надо и отправить, и, говорит, до лечения в госпиталь. Также в этот день были подведены итоги конкурса проектов «Пиши, поздравь и победи». Он проходил в четыре этапа и был посвящен главным достопримечательностям города, судьбам тех, кто сражался за него, и сюжетам победы. Молодежь довольно активно включилась в участие в этом проекте, поэтому, как признались организаторы, сложно было выделить лишь одного победителя. Все темы были связаны с Великой Ченой войной. И днем освобождения Городник. Городник. Прошло 74 годы, с дня освобождения, и это великая дата. И глухоловный выник, что изробилось тут, и сегодня на сцене, это подяка ветеранам. Это великий подвиг, невероятный учинок и самоохвярность, что они изробили. И поэтому они застаются такими веселыми, энергичными, и своим примером показывают шлях молодым. Отправить письмо с теплыми словами благодарности и искренними поздравлениями ветерану могли все участники праздника. Здесь было организовано выездное почтовое отделение, где были приготовлены тематические открытки. Несмотря на ненастную погоду, праздник удался.